Боже, будь милостью ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину, блажите Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово Родишу Исущую, Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и вовеки, и веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей Матери, силы честнока, животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яков, благие сей человека любят сами. Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя, Господи, и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. 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 Сокровища благих и жизни, Подателю, приди и вселися вны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истина небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дач нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем блажняком наши. И не введи нас во искушение, но избави нас от лука ваго, ибо Твое есть Царство, сила и слава вовеки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому духу, отодраясь на возник, мисси Господи, умой, просвети и сердце. И уснемая, отверзивая, ежепетите, а святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и каего же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, всесвятая Троица. Ко многерая Твоя благость и долготерпение не прогневался на меня ленивый и грешного, не погубил меня с беззакониями моими. Но человеколюбствовал еси обычно. И в нечаянии лежащего возил мне еси. Во ежи утренте, славословите державу Твою. И ныне, владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим. И разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Те во исповедании сердечнем. И воспевайте все святое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Царю и Богу нашему. 81 Псалом Бог встал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Да коли будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного нищего и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, в отме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий с низей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. 82 Псалом Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое Божия. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения и домовы, и измолитяне, Моав и огоряне, Гевал и Омон, и Амалик, филистимляне с жителями Тира. Иосур пристал к ним. Они стали мышцей для сынов лотовых. Сделаем то же, что Мадиаму, что Сесари, что Иовину, У потока Кисона, Которые истреблены во Эндоре, Сделались навозом для земли. Поступи с ними, с низями их, Как с Ариевым и Зивом, И со всеми вождями их, Как Зивеем и Салманом, Которые говорили, Возьмем себе во владение Селения Божия. Боже мой, Да будут они, как пыль в вихре, Как солома перед ветром, Как огонь сжигает лес, И как пламя опаляет горы. Так погони их бурю Твоей, И вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, Чтобы они взыскали имя Твое Господи. Да постадятся и сметутся навеки, Да посрамятся и погибнут. И да познат, что Ты, Которого одно имя Господь, Всевышний над всей землею. Восемьдесят третий Псалом Как вожделено жилище Твоей, Господи, сил. Истомилась душа моя, Желаю во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя Восторгается к Богу живому. И птичка находит себе жилье, И ласточка гнездо себе, Где положить кенцов своих У волтерей Твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме Твоем, Они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, Которого сила в Тебе, И у которого сердце стези направлено к Тебе. Проходя долиной плача, Они открывают в ней источники, И дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, Являются перед Богом на сегодня. Господи, Божий сил, Услышь молитву мою, Внимли, Божий Яковлев. Божий защитник наш, Приникни и призри на лицо Помазанника Твоего, Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Жила лучше быть у порога В доме Божьем, Нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, Ходящих в ней порочности Он не лишает благ. Господи сил, Блажен человек, Уповающий на Тебя. 84-й Псалом Господи, Ты умилосердился в земле Твоей, Возвратил плен Якова, Простил беззаконие народа Твоего, Покрыл все грехи его, Отъял всю ярость Твою, Отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, И прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, Чтобы народ Твой возрадовался Тебе? И вином, Господи, милость Твою, И спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему, Избранный Своим, Но да не впадут они снова в безрассудство. Так, близко к боящимся Его спасения Его, Чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, Правда и мир облабызаются. Истина возникнет из земли, И правда приникнет с небес. И Господь даст благо, И земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед ним, И поставит на путь стопы свои. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, По великой любви Ты сошел и воплотився, Чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, Спаси меня по благодати. Если бы Ты за дела спас меня, Это не было бы благодатью и даром, Но, скорее, долгом. Истинно так, Богатый состраданием И неизреченой в милости, Ибо Ты сказал, О, Христос мой, Верующий в меня будет жить И не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает Потерявших надежду, То вот я верую. Спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вмеется же мне вера вместо дел, Боже мой, Ибо не найдешь ты никаких дел, Оправдующих меня. Но вместо всех дел Давы и довольно веры моей. Пусть он отвечает, Пусть он оправдает меня, Пусть он осаделит меня Участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, И да не похвалится тем, Что торг мне Твоей Слово Божие, Руки и защиты. Но хочу ли, Или не хочу, Спаси меня, Христос Спаситель мой, Скорей приди ко мне на помощь, Поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, Очерев Матери моей, Сподоби меня, Господи, Ныне возлюбить Тебя, Как я возлюбил Некогда тот самый грех, И вновь послужить Тебе Без ленности, Как я прежде работал На сатану-больстителя. Буду же прежде всего Служить Тебе, Господа и Богу моему, Иисусу Христу, Во все дни жизни моей, Ныне всегда, И во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Поставь наблюсти Мою бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, И не отступить мне В взаимодерженность мою. Не дай возможности Злому демону, Починить меня себе Посредством этого Смертного тела. Возьми крепко несчастную, И опустившуюся мою руку, И выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и покровитель Бедному души и тела, Прости мне все, Чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил Прошедшую ночь, Защити меня настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского, Чтобы мне Не пронять Бога Никаким грехом. И молись за меня Как Господу, Чтобы Он Утвердил мне Страхи Свои И садил меня рабом Достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Ладыщица, Моя Багродица, Святыми Твоими И всесильными мольбами Отгони от меня Ничтожного Несчастного раба Твоего Уныние, Забвение, Неразумие, Нерадение И все скверные, Лукавые И хульные помышления От несчастного моего сердца И от помраченного ума моего И погаси пламя страстей моих Ибо нищ и слаб. И избавь меня От многих губительных воспоминаний И намерений И освободи от всех Зловоздействия Ибо Ты благоценен от всех родов И Твое пречестное имя славится Во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, Святые угодники Божии, Игнатия, Владимир, Надежда, Любовь, Ибо мы усердно к Вам прибегаем, Скорым помощникам и молитвенникам О душах наших. Богородица, Дева, Радуйся, Обрадуна, Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах И благословен плод чрева Твоего, Яко родилась и Христа спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила Честнаго Животворящего Креста Господня Не остави нас грешных, Уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, И благослови достояния Твое, Победа на сопротивные дары Твои, Сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Родителей и Сродников, Благодетелей, Метрополитов, Агафангела, Марка, Николая, Священная Ирея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Владимира, Максима, Андрея, И Глебу не дай погибну, Епископа Максима, Антония, Иоанна, Иоанна, Александра, Михаила, Андрея, Спаси и помилуй, Метрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска, Корниль, Александра, Деодора, Метрополита Тихона, Илариона, И весь священнический, Иноческий чин, И вычленные служители, миссионеры к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающим священника, рожденного свыше, который благовестником является, и место для занятия, смири власти воинства, их наведи, страх той на них, и через них сотвори благое церкви Твое, умудри их исполнять, и создавать добрые законы, дабы дали достойность жить людям, что было еще уделять нуждающимся. Преобразуя сердца в духовные, коснись их Владимира Михаила Жозепа Рамзана, Владимира Александра Эрдогена и Амана, и дару мира Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. Этим смутьянам Алексея и Ильи покажи ту бездну, куда не завлекают людей. Ничего не давая и не обещая, взамен, кроме вечной погибели, своими митингами, протестами. Ибо Слово Твое учит нас, чтобы молить за царей и начальствующих, дабы проводить жизнь тихую и безмятежную. Слава Тебе, Христе Божий, нас за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованые Тобою. Из-за всего почти нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Но учи нас во всем доверять Твоей заботе, Твоему пронослу о нас. Ибо верующих в Тебя, рожденных свыше, водимых Духом Святым, в радости исполняющим все заповеди Твои, Ты дал название, святые мои и избранные мои. Помоги нам, Боже, оправдать эти чудные названия, чтобы в вечности быть с Тобою. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Сохрани, Господи, наши жилища, селения от пожара, воров, нечистой силы. Благослови живущих там. Андрея, Игоря, Игоря Владимиру дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любову, Алексея, Иосифа и пречудобы жителей с детьми, любящими и знающими уставы Твои, святые, ходящих в послушаниях. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину, Сергея, Сергея, Александра, Александра, Юрия, Едру. Я от тяжкого недугой пьянства избавив Павла, Михаила, Андрея, Владимира и потерянного Александра найди, укажи, живой ли он где. Блуждающих Алексея, Сергея, останови, дабы не обманывали себя и людей. Слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава Тебя, наш Бог и Его, Авва Отче! Свят, свят, свят Господь Савава! Вся земля полна слава Его! Аллилуйя! Слава Вышней Богу! На земле мир в человеках благоволения! Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину. Аллилуйя! И в вечности воззай милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе, Марии, Стефана, Александра, Михаила и Анну. И найди все наше родство, Евдокии, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну и благоцель путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Александра, Галину и пострадавших, попавших в аварию еще раньше, Игоря и Елену Ты спас, защитил. Благодарим Тебя и славим, Господи! Твоя благодейшая десница была над детьми Твоими. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания и пошли в исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадий, Евгения, Надежду, Людмилу, Любовь, Татьяну, Александру, Неанилу. Ты их всех и знаешь, Господи. Благослови младенцев и Игнатия Марка. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви от зависти несчастивых, от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милостью всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия и посеянное нами дадас обильные всходы и в будущем. Найди новые души через то, что мы подарили людям книги. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире и Тимуру, да истинную Христову веру, дабы не верил уже пророку. Слава Тебе, Христе Боже наш! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших, отец и братья наших, родителей и сродников, благодетелей всех православных христиан. Ибо нет человека, которого живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Ангел Христов, Хранитель мой святой! Моли Бога о мне гречном! Благодарю Тебя, мой добрый ангел! Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучать царь тела и проведи душу по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Возри на угрозы врагов, на их потоки лжи, которые изрыгают их уста. Земля да поглотит все изрыгаемое имя, да не коснется сердец и веры верующих людей. Быть может, они и Духа Святого похулили, столько зла исходит из их уст. Благодарю Тебя, Господи, за все, что Ты допускаешь. И в судный день не помяни их безумие. И благослови благодетели наших, воздаем добром. Елену, Елену, обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эдуарда, мы просили об издании трехтомника Нового Завета с толкованием блаженного фафилакта и проповеди в стихах. И Ты уже совершил это, Господи! Сколько радости это доставило людям, ищущим Тебя! Помоги, Господи, и в этих изданиях к истину православия для Слова Божия нет усы проповедей. Хвала Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Припадаем к стопам Твоим, милосердный Создатель наш! Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Божий, все это может оказаться спасительным для нашей бессмертной души. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас! Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивыми, довольными, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и видеть нуждающихся в нашей помощи и помогать им. Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину, они просили дать доброе жилище, и Ты услышал молитву. Помоги им все устроить в жизни, как должно, и сердца начальствующих над ними расположи. Какие непростые вопросы их тревожат. Получить это гражданство, пенсию. Мы так нуждаемся в этом, Боже. Благослови их и нас помилуй. И каждому даруй доброе жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец, образ скротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой земле и ее доли печали. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил и Аарон, Ио, Авель, Но и Иосиф, Патриархи, Езраньеми, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Изыки, Иросия и Аэль, Агей, Сафоня, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отроки, Пророк Михея, Авраам, Исааки, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Да бы день прихода, то наше отшествие не засталось не готовыми, но чтоб мы выше на встречу Тебе, Боже, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы-архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы престола Божия предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Найди отступников, возврати их на путь спасения и покажи им, что вне церкви нет спасения. Церковь – это корабль, это невеста Христова, все остальное ересь. Благослови Николая, Александра, Юлию, Евгения, Тамары. Ты знаешь, Господи, где эти отступники? Милость Твоя велика, слава Тебе за Твое долготерпение, Аллилуйя! Святые мученики! Георгий, Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вильямин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас! Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, антихриста, начало или правую руку. И взятых из семей, отправленных на военное действие. Сохрани Никиту, Александра, Максима, Иоанна и неведомых нам, кто верит в Тебя. Положи им на сердце постоянно помнить, что говорит нам Святой Апостол Иоанн. Откровение 13.10. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому самому надлежит быть убитым мечом. И здесь терпение и вера святых. Дай им и то, и другое, чтобы они там были, как светильники на подсвечнике, как город на вершине горы. Чтобы никто не осквернился убийством и чужой кровью. Возврати их в мире неповрежденными. И услыши молитвы родителей о них и всех вопиющих Тебе, Господи. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Посети томящихся в вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах верующих Тебе, монаха Сергея, Владислава, Вара, Глеба. Дай им свободу, если угодно, воле Твоей Святой. И ты услышал молитвы об Илье, освободил ее до суда. Великое дело совершилось, и мы являемся свидетелем этого. Предупреди Илью, чтобы не давал более повода для ищущих повода. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога на святые отцы! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио. Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и Ироним Стридонский. И все переводчики священного писания, молите Бога о нас! Да укрепи-то, сохранит нас Господь в святой православной вере! А замысли ретюков и сектантов разрушь, развей и в ничто преврати, и покажи каждому, что вне церкви нет спасения. Прибуде с нами, Христе Божий! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла первомученица, Фатина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перпитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник и Юня, Киприан и Устина. Да дарут Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания и насилия. Исправь непокоривость не Галины семейства Евгении, Надежды и Людмилы, Виктории и Иоанна, и благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им истинное желание трудиться в поте лица на простых работах, обеспечивая себя, дабы было еще уделять нуждающимся. И более всего заботиться о своей душе и развивать таланты, которые ты даровал им. Церковь нуждается в каждом таланте. Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе! Господи, мы взываем к Тебе, прими нашу молитву из Дианя рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед прессовым благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и как здесь ждитель, сохраняющий его. Ты, Господь, наш, знающий все прежде бытия, услыши и исполни, Господи, молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. И мы взываем о незаповедавших. Положи им на сердце твердо верить в то, что примирение с Тобою, Христе Божием, с Отцом Небесным, возможно только при этой жизни, что за гробом нет покаяния приемлемого Богом. Тебе, Божья, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Доброе утро всем и мир всем. Вот Господь благословил нас снова припасть к Его стопам. Напоминаем, что у нас после утреннего моления считается Новый Завет Трехтомника. И это чтение взяли добровольно наши сестры, Хапелина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Их всегда поминайте в молитвах. Господь так сделал, что у нас нет ни одного пропуска чтения Слова Божия. А нам это так нужно. Это заряд на целый день. И поэтому, где можете, доставайте Евангелие, раздавайте, себе сохраните на всякий случай. Видите, такое, чтобы сейчас издавать такие книги, как мы делаем, этого нигде больше нету. Нету не только тут в городе у нас, вообще нигде в мире нету. Государственные которые, они там все это подрифтуют, чтобы только кого-то не задеть. Наши книги совершенно не такие. А они написаны в полном доверии Духу Святому. Как, Господи, тебе угодно. Святой-то это или собор, если это не сходится по Библии, прямо об этом и говорится. Другие книги, которые, они все обходят. Вот канонизирует, говорит, эту Матрону. Она где-то обречала священников, о которых комиссия заседает. Комиссия, обыкновенные дедушки в клобуках. Они решают, что она святая, она на небе. Откуда известно? И канонизация, и анафема рановато. Господь как сказал, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветится крытое во мраке. И тогда похвала будет каждому. Каждому тогда. А у человека много тайных дел. И они сразу все это вычислили. А которые знали еще там живые люди, они говорят, она не одобряла много священников. А какие видения-то были? И другим тоже. И это все выкинули. Святое, если хорошее, возьмут. А если обречает? А в церкви-то священники. Такая жалоба на священников. Вот эта жадность, вот эта мамона, торговля между собой, как они. На меня вот скидывают все. Это ужасно просто. Человек говорит, я стал неверующим. Но что там делается в церкви-то знаю. Священник может тебя послать, говорит, куда надо даже. Я не может быть. Может быть. У меня, говорит, свидетели есть это все. И ничего не сделать. А что сделать? Ну, как говорят, посеньки и шапка. Каков поп, таков и приход. Ты не смотри на это. Если тебе дано сказать, скажи. Где, не в храме. В храме нельзя разговаривать, если ты мирянин просто. И женам тем более. А где, подожди, когда он выйдет где-то, чтобы расположить его, чтобы он выслушал. Он такой же человек. Он лишь бы платил деньги в епархию. Его терпят. А деньги не платят. Тогда объявят ему войну. И могут снять его даже. Я просто делюсь, зная, как это есть. Вот сколько мне за ночь накидали. Здесь. Я вчера уже объявил. Еще раз повторяю. Напишите мне все, как вы вышли на наши ресурсы. Как вот стали мы вот здесь вот вместе собираемся. Откуда вы узнали, что мы существуем? Кое-кто написал, а кое-кто не написал. Я прошу всех, напишите. На там поллистика хотя бы. В песном виде здесь. Что вас тронуло когда? Как первый раз услышали, что мы существуем? Мне это необходимо знать, чтобы я знал, на что обратить внимание. Уже человек 20 ответили. Но здесь из находящихся, да почти никто. Я прошу всех до одного, кто здесь. Напишите мне, как вы нашли наши ресурсы. Как стали сообщниками интернет-сообщества. Вот такое. Если вопросов срочных нету, то, дорогие наши сестры, ваше время. Господи, Иисусе Христе, отверди уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Продолжаем комментарий с толкованиями к откровению Иоанна Богослова, 20 глава, 4 по 6 стих. Пятое. Священное Писание учит также, что будет только одно общее воскресение из мёртвых всех людей, и праведных, и грешников. И будет оно в последний день, кончину века. Никакого же воскресения праведников за тысячу лет до воскресения грешников не будет. Об этом говорят уже рассмотренные нами слова Христа. в Матфея, 13 глава, 24 по 30 стих, 38-43, 25 глава, 31 по 46 стих. Кроме того, об этом Спаситель говорил ещё так. «Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Иоанна, 5 глава, 28 по 29 стих. «Не говорится о разных временах воскресения для делающих добро и для делающих зло, но говорится в единственном числе о времени, в которое воскреснут те и другие. То, что отдельно называются воскресение жизни и воскресение осуждения, говорит не о разных их временах, а о разных качествах. Одни воскреснут для жизни на небе и получат соответственные тела, сравнив филиппийцам, 3, 21. А другие воскреснут для осуждения в огонь гиены и получат соответственно тому тела, тела, как и сказано, что многие из спящих прахи земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Даниила 12, 2. Особенно ясно учил Иисус Христос об этом общем воскресении всех, и праведных, и грешных, своей речи о небесном хлебе жизни. Будут ли еще дни после последнего дня? Потому и называется последний, что после него дней уже не будет. Так вот, Христос учит, что все праведники воскреснут не за тысячу лет до последнего дня, а именно в последний день. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. И еще. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. И вот еще. Никто не может прийти ко мне, если не привечет Его отец, пославший меня. И я воскрешу Его в последний день. И еще. Едущий вновь мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. Иоанна 6, 39, 40, 44, 54. То, что именно так и поняли ученики Христа, что праведники воскреснут в последний день, а не за тысячу лет до Него, мы видим из евангельского повествования, когда Христос пришел в Ифонию, в дом умершего Лазаря, и сказал сестре его Марфе, «Воскреснет твой брат». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иоанна 11, 24. Так православная церковь и верит в одно общее воскресенье всех в последний день. Как же тогда должно разуметь слова Иоанна, об оживших для тысячелетнего царства первого воскресенья? Из всего вышерассмотренного ясно видно, что нельзя понимать так, будто будут два или более разделенных во времени телесных воскресенья. Некоторым указанием к разумению того, что есть первое воскресенье, служит другое выражение апокалипсиса, смерть вторая, которая есть гиена огненная. Как ясно, что нет двух разделенных во времени телесных смертей, так и не будет двух воскресенья тел. Речь же идёт о первом и втором, в качественном смысле. Святой Андрей Кисарийский так пишет об этом. «Из Божественного Писания мы знаем, что две жизни и два умышления, то есть смерти, первая жизнь за преступление заповеди, временная и плотская, вторая же о соблюдении Божественной заповеди, обещанной святым, жизнь вечная. Соответственно, сему есть и два рода смерти, одна плотская и временная, а другая, посылаемая в будущем, в наказание за грехи, вечная, то есть гиена огненная. Имеем также различия и между мёртвыми, одних, о которых сказал Исаий, что они не оживут, Исаий 26,14, и которые своими делами приносят злогоние и умышление, нужно избегать. Других же, умышляющих во Христе помышления плоти, сраспинающихся Христу и мёртвых для мира, должно восхвалять. Явные и достойные сожаления суть мертвецы те, которые не сподреблись Христу и не воскресли с Ним в крещении, но пребывают в греховной мёртвенности. Они не живут с Ним, пока не пройдёт тысяча лет, то есть совершенное число лет, продолжающиеся, как вышеупомянуто, с первого пришествия до славного явления второго, но как родившиеся от земли, а не от Духа, в землю и возвратятся, ибо их смерть – начало их будущих мучений. А принимавшие участие в первом воскресении, то есть восстание от умышляющих, помышления и мёртвых деяний, суть блаженной, ибо они не испытывают второй смерти или бесконечных мучений. О первом воскресении от первой смерти так пишет апостол Павел. «И нас, мёртвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе» Ефесянам 2, 5, 6. И в другом месте «Посему сказано «Стань спящий и воскресни из мёртвых, и осветить тебя Христос» Ефесянам 5, 14. О первом духовном воскресении в Таинстве Святаго Крещения так сказано «Бык погребены с Ним в Крещении, в Нём вы и совоскресли веру в силу Бога, который воскресил Его из мёртвых, и вас, которые были мёртвы, во грехах ожилил вместе с Ним, простив нам все грехи» по Лосинам 2, 12, 13. «Об этом же говорил и отец блудного сына, сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» Лука 15, 32. «И сам Господь Иисус Христос говорил об этом так, «Слушающий слово моё и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» Иоанна 5, 24. «Прощие же из умерших не ожили, это не родившиеся свыше, не уверовавшие во Христа, не омывшиеся кровью Христовой и не воскресшие для новой жизни через таинство крещения. Это пребывающие в мёртвых делах века сего, это мёртвые для Бога души». Следует ещё обратить внимание, что в рассматриваем нами тексте Апокалипсиса, стих 4, слова «они ожили» стоят в явной связи и как противопоставление словам души обезглавлены. То есть в этом оживлении речь идёт не только о духовном воскресении от мёртвых дел, таинстве крещения, но об этом оживлении от обезглавления. При этом не должно разуметь воскресение тел, которое произойдёт, как мы видели в последний день. О мучениках и усопших святых сказано, что все сии свидетельствованные вере не получили обещанного, в том числе и воскрешённого тела, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Евреям 11,39-40. Также Иоанн видит тела обезглавленных и не говорит, что тела воскресли, они обезглавленными ушли в землю, как и сказано, что возвратится прав в землю. Экклесиаст 12,7. Ожившими святому тайнозрителю являются только души обезглавленных. Как и опять, Экклесиаст говорит об умершем, что дух возвратится к Богу, который дал его. Экклесиаст 12,7. О праведном нищем Лазаре так сказал Господь. Умер нищий и отнесён был ангелами Налона Аврамова. Лука 16,22. Это и из-за решения первого воскресения, когда душа, воскресшая верой в святом крещении, по разделении с телом идёт к Богу Налона Аврамова и там упокоивается в непосредственной близости к Богу, ожидая всеобщего второго воскресения, своего соединения с прославленным телом и вечного царства славы. Душа переходит из греховно-земной жизни и своей телесной обители и вечной обители Отца Небесного. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворённый, вечный. 2 Корифляна 5,1. И разбойнику на кресте было сказано, ныне же будешь со мной в раю. Лука 23,43. Это видение соответствует и тому, что Иоанн ещё ранее увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. 6,9. А слова прочие же из умерших не ожили, означает, что не родившиеся свыше от Духа Божия, люди после телесной смерти сходят в ад в места мучительные. Так сказано о богаче. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи муком, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Лука 16,23. Это есть некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Евреям 10,27. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Спаси Христос, сестра! Слава Христу! Во славу Божию! Ну, все. Если вопросов нету, что? Прошу написать мне. Далеко не откладывайте. Как вы пришли на наши ресурсы? Сюда, в сообщество и все такое. Все тогда. Жду!